Утро на телеканале России продолжает Вести Чувашия в студии Вероника Павлова. Здравствуйте! На календаре четверг 3 августа. Сегодня в Ядринском округе в окрестностях села Ильина Гора соберутся военно-исторические клубы и поисковые отряды. Там стартует патриотический фестиваль, посвященный строителям оборонительных рубежей. В этой местности сохранились фрагменты линии обороны. Оттого погружаться в историю Великой Отечественной ребятам будет проще. Возле реки Суры уже развили автономный полевой лагерь. Участники фестиваля будут жить там 4 дня. Их ожидают различные мастер-классы по исторической и поисковой тематике. Организаторы форума постарались воссоздать чуть ли не до мелочей предметы быта, одежду и оружие, чтобы оживить воспоминания о подвиге советских солдат. Мамы-предприниматели продолжают осваивать различные бизнес-ниши. В этом им помогает государство. В Чувашии завершился отбор участниц. На грантовую программу «Мама-предприниматель». В этом году за грант в 100 тысяч рублей поборются 35 женщин. Их проект отобрало жюри. На самом же деле заявок было чуть ли не в два раза больше – более 70. Мамы, которые сумели убедить экспертов, что их бизнес-идеи лучшие, пройдут пятидневное обучение в августе. Чувашия готовится к фестивалю «Зеленое золото России». Напомню, на следующей неделе на территории Речпорта стартует праздник пенного напитка. В этом году своими рецептами поделится пивоварня из восьми регионов страны. Таким образом, руководство региона планирует привлечь в столицу не только дополнительных туристов, но и инвесторов. В рамках недельного фестиваля запланирована и деловая программа, в ходе которой и кабинет министров Чувашии намерен заключить соглашение с компанией «Хмель Отчизны». Она собирается выращивать на территории Марпасадского округа зеленое золото. Планы большие. Инвесторы хотят обустроить плантацию площадью 30 гектаров и производить золото. Кстати, Орг-комитет фестиваль уже утвердил символ-талисман предстоящего события. Знакомьтесь, это хмеленок. Пока это не окончательный вариант, а лишь первый прототип персонажа, констатируют в региональном миссельхозе. Ближе к событию его облик планируют доработать, цвета будут насыщеннее, а черты лица более выраженными. Профильный министр Сергей Артамонов отметил, важно, чтобы фестиваль с чем-то ассоциировался, например, как мишка с Олимпиадой-80. Хмеленок уверенно в ведомстве со своей задачей обязательно справится. Госслужба Чувашия по делам юстиции ищет пару, которая хотела бы заключить брачный союз по чувашским традициям. Церемония бракосочетания пройдет 1 декабря в Москве на ВДНХ. Плач невесты, обряд сватовства, напутствие родителей. Национальные обычаи покажут в рамках международной выставки форума «Россия». Жениха и невесту нарядят в чувашские костюмы. Ждут ли желающих, которые хотели бы пожениться при весьма интереснейших обстоятельствах? Все нюансы можно уточнить в госслужбе по делам юстиции по номеру 56 51 18. В огородах спеет урожай. Буквально накануне жители распробовали новенькие картофели, а сегодня, кстати, могут налегать на бахчевую культуру. Повод – Всемирный день арбуза. В ягоде много клетчатки, витамина С. Для здоровья самое то. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия». Субтитры подогнал «Симон»